Но как сделать так, чтобы рубка леса приносила больше налогов и доходов? Вопрос сегодня обсуждался на заседании профильного комитета областного собрания депутатов. На сегодняшний день в этой сфере региона зарегистрировано больше семи сотен организаций. За прошлый год федеральный бюджет получил всего три миллиарда рублей, что составляет только 2-2% от общей суммы поступлений по региону. Одно из главных нарушений использования фирмы «Однодневок», через которые ведется незаконная рубка леса. Мы должны четко прописать условия работы в сфере ОПК, для того, чтобы у нас исчезли вот эти все первые «Однодневки», с которыми действительно надо бороться. Я полностью поддерживаю, в общем-то, это выступление. Другое дело, что сегодня от выступления мы должны перейти, разработать конкретный механизм, как нам это воплотить в жизнь здесь, у нас на территории региона. Один из механизмов – концепция так называемой «чистой среды». Ее суть в том, чтобы лесозаготовители ввели поставки напрямую компании-переработчику, исключая транзитные фирмы, тем самым сделав отрасль более прозрачной и доступной для контроля.